итак ребят всем привет сегодня у меня подведение итогов по моей чистке медных монет многие меня спрашивают сами когда ты будешь показывать именно процесс патинирования монет но я хочу все сделать одним разом все медные монеты почистить и заняться непосредственно патиной патиной у нас будет осуществляться при помощи медного купороса и морданцовки это средство лучше на мой взгляд серная мазь имеет свои недостатки но это будем рассказывать именно тогда когда буду заниматься именно патиной а сейчас у меня очень радостная новость тем что при процессе медных монет у меня появились некоторые монетки которые были очень грязные и после того как их почистил выяснилось то что они довольно таки имеются ценными и сегодня у меня именно радость и хочу с этой радостью поделиться с вами ну и еще конечно тем что сделал я еще одну покупку купил я себе видеокамеру и не просто-напросто камера является профессиональной и в данный момент осуществляю съемку именно на нее и по мере возможности я вам ее продемонстрирую в середине или в конце именно этого видеосюжета ну а сейчас я пойду вместе с вами поделюсь своими достаточно такими приятными находками 33 монеты из всей кучи которые меня очень очень пораду чистил я три дня и три ночи как говорится до достаточно много времени ушло на это сил ну и конечно немного пострадали мои подушечки пальцев сами понимаете из-за чего ну меньше буду разглагольствовать и сейчас я вернусь именно непосредственно к нашим монеткам смотрим итак ребята занимался я три дня и три ночи именно чисткой вот таких вот монет получилось довольно таки много очень много монет старался я чистить до чистого металла что чистилась почему не хочу чтобы на монетах были болячки и после того как мы их от патинируем законсервируем и чтобы эта болезнь не проявлялась после монеты чистились по разному кое-какие до чистого металла кое-какие с небольшими недостатками но эти недостатки они у нас исчезнут при накладывании патины некоторые вот такие вот получались болячки исчезли и я решил дальше с нее ничего не убирать то есть как есть монет очень много разного достоинства разный эпох и все прочее сохран тоже естественно разный есть монеты убитые убитые вот в таком вот виде но вы сами должны понимать что монета у меня шурфов большая часть и там монеты у нас к сожалению зачастую убитые несколько монет я оставил в настоящей патине а именно вот такой пятачок здесь родная патина и я его оставил еще почему потому что она у нас дорогая ну а к цене чуть попозже вот такая вот тоже две копеечки км к александр 1822 я и только мылом помыл и она у нас вот таком бодром состоянии родной патины осталась еще одна монетка хорошая такая знаете патина шикарно зеленоватая вообще чудо и я ее оставил вот в такой вот изумрудные платинки и при чистке некоторых монет иногда может быть приятно удивлен вот например полушка 1732 года если не ошибаюсь после того как почистил другую страну оказывается что это перечекан с петра второго с копеечки так понял вот такой зачетный приятный экземпляр меня удивил это была крестовая полушка или копейка вот такая вот монетка зачетная ну и по цене пробегусь вот этот пятачок оставил как он есть свои патины помыл с мылом герб у нас старый и благодаря этому гербу эта монета стоит 2 300 рублей конечно и вот такой экземпляр тоже больно я его сильно не хотел тереть и все прочее три копейки 1876 года и такая монета стоит у нас 3 200 вот так вот ну и когда очистил медный попадались у меня советская медь советская нас вот она тоже достаточно много есть экземпляры неплохом таком бодром состоянии но когда начал разглядывать после очередной замачивания свою жидкость обнаружил вот такую вот копеечку копейка 1925 года вот такой вот монетоз был окаменелый полностью на ней был слой камня что было невозможно просто и разглядеть что за номинал вот такие экземпляры иногда бывают встречаются и и греют душу жалко что монета вот в таком вот убитом состоянии даже не знаю ее себестоимость в таком виде но если бы сохран был бы шикарный она стоит у нас 9000 рублей вот такой вот монетоз вот такой вот но практически это все что я хотел вам рассказать и показать что среди прочего таких вот монет попадаются довольно таки приятные монетки по цене ну и по сохрану вроде была грязная помыл мылом а стала довольно таки приятная монетка и не просто приятно но и дорогая так что всем советую вернуться к своим как аликам разглядеть года монетные дворы очень много монет к сожалению вот из этой кучи попадалось именно хорошего года но достаточно неприятного монетного двора если было бы монетный двор и год совпадал болен мое счастье было вообще предела вот так вот ну а сейчас я вам покажу еще кое-какой интересный материал может быть кого-то и волосы на главе по спине пробегут вот так что думаю задержаться вам немножко на моем канале всем гостям моего канала рекомендую подписаться здесь вы увидите много интересного видео что связано с металлопоиском и полезной информации будь всегда первым при просмотре новых видео а для этого тебе надо подписаться нажать на колокольчик поставить галочку и ты будешь первым оповещен о появлении новую выпуску итак ребята вы спросите зачем весы к чему они нашем деле ну просто из любопытство хочу сказать вам что я буду еще чистить советики и советиков у меня очень много я даже не могу вам сказать сколько штук здесь но скажу то что здесь более наверное тысячи монет очень много монет и хочу взвесить на этих весах сколько придется мне очистить все это дело так включаем как вы видите нолики и и укладываем 3 килограмма советских монет монетки на здесь всякие советские ранее позднее в общем всего все-все-все и вот в таком вот сохране монеты есть окаменелые есть еще более-менее достойного варианта но здесь советы разные ранние и позднее алюминистовая бронза и медно-никелевый сплав в общем все 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 серебро я тоже отложил но его не так уж и много повторюсь почти три килограмма ждет меня работы а эти монеты чистится очень очень плохо ну и все на этом я закончу на этой приятной ноте сумма радует весовая сейчас с вами попрощаюсь и кучу еще покажу и так ребята камера у меня вот такая вот зачетная профессиональная панасоник чистая япония так что ой какие репортажи будем снимать на эту камеру сейчас я вам ее разверну камеру ребята очень сложное в освоении все инструкции все прочее у нас на английском языке так что придется изрядно помучиться чтобы научиться достойно на нее снимать но первые шаги я уже кое-что сделал так что думаю будет удобно нам с ней работать удобно тем что имеется несколько вариантов работы можно держать за ручку можно пользоваться как на плечо как вы видите имеется здесь также экран и естественно вот такой вот окулярчик принципе все достойно понятно между прочим данная камера очень достойно стоит ну кто-то меня может и осудит кто-то и похвалит но вот такой сделал я себе подарок между прочим на новый год даже не я а моя жена но и все поздравления итак ребят на этом я и закончу свой видео сюжет надеюсь вы вместе со мной порадовались за мои монетки в принципе ничего особенного но хочу вам сказать что очень были грязные монеты что невозможно было прочитать не номинала не абсолютно ничего монеты были из шурфа некоторые были просто настолько плохом состоянии что иногда не хочется их братьев руки они были просто-напросто окаменелые но я решил взял себя в кулак и по мере возможности свободного времени решил все-таки взяться за это довольно таки ну не знаю для меня неприятно тем что дышать всякими жидкостями особенно в этом процессе я еще употреблял нашатырный спирт числю я двумя средствами как я вам говорил вот по мере возможности если это средство не справляется бросаю его в другое но и хочу вам еще раз повторить то что при разборе при чистке своих монет можете немножко разбогатеть если вы их продаете в данном случае я не разбогател просто духовно стал богат тем что у меня в коллекции появился очередная копеечка двадцать пятого года или же пятачок довольно таки цены ну и естественно монетка это полушка которая являлась перри чеканом петра второго вот так что я все мечтаю найти крестовичок но пока как-то судьба мне не дарит ее ну и все на этом закончу как вы видите у меня еще очень много советских монет который ждет своя участь потому что очень много монет даже и не знаю когда у меня будет время такой большой объем но я вас уверяю там тоже есть довольно таки интересные монеты стопудово будут рарики как вы знаете у меня попадаются и пятачок 35 со старым гербом и с новым гербом и серебро 21 года так что советские монеты тоже могут иногда удивить ну и все всем пока удачи приятных вам разборов полетов своих монетах так что все удачи а а а а а а а Продолжение следует...